Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём» в студии Ксения Вьюшкова. О самых интересных событиях в городе расскажем прямо сейчас. Обучающий семинар Фонда социального страхования. Цель нашей сегодняшней встречи – это помочь бухгалтеру в практической ежедневной работе избежать ошибок, чтобы это могло привести к своевременному выплате пособия работникам. Выставка работ декоративно-прикладного искусства ветеранов САЭС. Когда мы смотрим, вот все, что здесь представлено – это доброта, это тепло. Иного, на другое представить можно и не увидеть, а мы здесь это ощущаем. Традиционное мероприятие – мой первый концерт в Десногорской детской музыкальной школе. В пятницу 13 марта около трех часов дня произошло серьезное ДТП на выезде из города напротив стадиона «Атомтранс». По предварительной информации, в результате контакта двух автомобилей во время движения один из них выехал на газон и совершил столкновение с мачтой городского освещения. Иномарка несколько раз перевернулась. Серьезные травмы водителям обеих машин удалось избежать благодаря ремням и подушкам безопасности. На месте происшествия уже через несколько минут работали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия и виновник аварии устанавливаются. Проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты» на Смоленщине действует с 2019 года. Теперь выплаты работникам осуществляет не работодатель, а сам Фонд социального страхования. Но получит ли работник пособие – это зависит от правильности заполнения документов. Орфографические ошибки, неверные сроки подачи документов и неверное их оформление в целом – всё это может стать причиной непростой ситуации между работником и бухгалтером организации, в которой он работает. Акцентировать внимание последнего на якорных моментах призван семинар Фонда социального страхования, который прошёл в Центре культуры и молодёжной политики Десногорска 12 марта. Цель нашей сегодняшней встречи – это помочь бухгалтеру в практической ежедневной работе избежать ошибок, чтобы это могло привести к своевременному выплате пособия работникам. Проект «Прямые выплаты» работает с 2011 года по всей России, а на Смоленщине это относительное новшество – с января 2019-го. С тех пор компенсационные выплаты работникам осуществляет не работодатель, а сам Фонд социального страхования. Такая форма взаимодействия гарантирует сотруднику получение пособий. Но среди случайных ошибок заполнения бланков встречается и злой умысел – подача заведомо поддельных документов. Просто обратить, сравнить его с другими бланками, позвонить нам, мы пробьём номер, посмотрим, действительно ли такой номер был в нашей системе, куда он распределялся, и вполне возможно, что ваши сомнения могут быть и подтверждены. Такие семинары фонд проводит регулярно по всей области. Организаторы отмечают не только положительный эффект от их проведения, но и активную обратную связь от участников семинара. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. 12 марта в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства. Работы из бисера, удивительные картины в разных техниках исполнения, мягкие игрушки и многое другое представили те, кто всю свою жизнь посвятил атомной отрасли. Подробности далее. Фантазии, полёты, рук творения. Название выставки говорит само за себя. Более ста уникальных работ представили ветераны Смоленской АЭС. Люди, которые после выхода на заслуженный отдых привнесли в свою жизнь творчество. На открытие выставки с приветственным словом выступил заместитель начальника управления информацией и общественных связей САЭС Михаил Хоботов. Когда мы смотрим, вот всё, что здесь представлено, это доброта, это тепло. Иного на другой выставке можно и не увидеть, а мы здесь это ощущаем. Спасибо всем, кто принял участие в этой выставке. За участие в выставке «Фантазии. Полёты. Рук творения», посвященной 75-летию атомной промышленности и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, всем участникам вручили благодарственные письма. Также в качестве подарка для гостей и участников мероприятия выступил ансамбль ветеранов атомной станции «Гармония». Каждый представленный в выставочном зале экспонат притягивал взгляды зрителей. И это прекрасный пример того, что начать заниматься любимым делом можно в любом возрасте. Достаточно лишь желания, трудолюбия и фантазии. Всего в выставке приняли участие 26 ветеранов Смоленской АЭС. Один из них – Антон Педер. В экспозиции было представлено 10 его картин, выполненных в технике «Алмазная мозаика». Эта работа кропотливая, но для меня я нахожу своего рода лекарство. Нервы успокаиваются, делаю это я ночью. На работе я привык и по ночам работал. Никто не мешает. Антон Педер ещё с юношеских лет умел создавать красивые вещи. «Алмазная мозаика» занимается ни много ни мало три года. На создание одной картины в среднем уходит две недели. Но есть и исключения. Вот это на одном дыхании четыре дня. Но это одна из моих любимых тем. Поэтому, наверное, так я и быстро. Жена, правда, иногда недовольна. То, что всю ночь утром просыпается, а я ещё работаю. Также на выставке были представлены изделия из бисера, тонкие кружева, панно, резьба по дереву, вышивка, вязание и даже работы, выполненные в технике оригами. Посетить выставочный зал в торговом центре «Феникс» и вдохновиться на творчество можно будет включительно до 3 апреля. Ксения Бьюшкова, Виталий Волков, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. 11 марта в Десногорской детской музыкальной школе свои первые публичные творческие шаги сделали самые юные воспитанники. Частью вечера стало и выступление участников конкурса «Человек с фронта». Мой первый концерт – ежегодное мероприятие фортепианного отделения музыкальной школы. Более 10 первоклашек отделения, кто-то легко, кто-то справившись с волнением, провели своё первое выступление на сцене, которое наверняка останется в памяти на много лет. Частью программы вечера стало выступление участников конкурса «Человек с фронта». Молодёжный совет города, директор музыкальной школы Ирина Прудникова и хор «Ивушка» представили свои композиции, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Время видел я глазами, как солнце, с горкой. Организовал конкурс «Человек с фронта» фонд АТР АЭС. Мероприятие проходит в несколько этапов в атомных городах и призвано почтить подвиги советского солдата во время войны. Своё предпочтение жюри, находившееся в зале, отдало выступлению Ирины Прудниковой. Она и продолжит участие в конкурсе на следующих его этапах. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ На сегодня это все новости. Сразу после смотрите выпуск программы «Страна Росатом», а в 8 вечера «Открытая власть». Программа о том, какие решения принимаются в кабинетах администрации Десногорска и как они влияют на жизнь в городе. В студии работала Ксения Вьюшкова. Хороших вам выходных и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»